В Севастополе столетие комсомола отметили митингом. В сквере, названном в честь молодежной организации, участники торжества возложили цветы к памятнику комсомольцам. Столетие организации, которое может быть для кого-то нет, а для тех людей, которые прошли комсомольскую школу. Комсомол, конечно, жив и будет жить всегда. Все последующие этапы в истории нашего города, они связаны с особым мужеством, стойкостью, героизмом. Вот те слова, которые начертаны на памятнике комсомольцам, у которого мы стоим, это действительно девиз севастопольцев. Значительная часть их традиций, продолжателями которых мы являемся, это, безусловно, комсомол Севастополя. К столетию комсомола ветераны организации получили благодарственные письма от московского оргкомитета «Комсомолу 100 лет». Памятные подарки вручила председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтобаева. Очень искренне и с большой любовью отношусь к людям, которые прошли эту школу. Поэтому очень хочется их поздравить сейчас. И я привезла благодарности, которые вынесены оргкомитетом по подготовке к празднованию столетия, но всероссийским оргкомитетом. Подписаны эти грамоты бывшими руководителями Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, Пастуховым, Тяжельниковым. И там даже есть подпись Иосифа Кобзона, который всегда возглавлял этот комитет. На торжественном митинге севастопольцы вспоминали, как комсомольская школа повлияла на их жизнь. Я проработала на комсомоле 21 год в Ленинском райкоме комсомола. Это очень хороший был коллектив у нас. Я сменила несколько поколений. Молодежи было очень много. И они основой Севастополя. То есть они пошли потом в администрацию работать. Комсомол дает такую энергию, такие способности организаторские именно, что ребята потом продолжили все это. И все это делалось для города Севастополя.